МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Очень здорово, что мы встретились. Это всегда приятно. Но причина, по которой мы собрались, не очень приятная. Оль, давай начнем с тебя. Речь с тем, что я работаю в эфире недолго. Ну, то есть 40 минут. Но для того, чтобы подготовить материал, я целый день работаю, сидя за компьютером, за столом. И не встающий. Поэтому очень часто болит поперек. И бывает так, что схопит и очень долго не отпускает. Более так, что я просто в месте себе не находлю. Маринечка, а у тебя? У меня Варюша. Варюше сейчас 6 месяцев. У нас полезли зубики. Это постоянно я от нее не отхожу. Я по 100 раз на ручки, с ручек туда. И к вечеру у меня просто в области грудной клетки, прямо отдают вот сюда на грудную клетку, адская боль. Хочется прям кричать, Надюш. А у меня бывают боли в спине из-за того, что часто весь день провожу на каблуках. Последствия потом очень неприятные, потому что спина ноет. Не согнуться, не разогнуться. По поводу малыша у моей подружки замечательная дочурка, ну такая увесистая, знаешь, такими щучками, такая как надо. И подруга моя попала в один момент даже в больницу, потому что то, что называется, прострелила. Нужно было поднимать дочку, опускать ее. И эта нагрузка на спину еще ой какая. Да, Тимур? Ну конечно, девочки. Я вам хочу сказать, что действительно, те люди, которые проводят малоподвижный образ жизни или находятся в постоянно статическом напряжении, да, работа связана с тем, что нужно постоянно быть в одном положении тела, у тех людей действительно проблемы с позвоночником. Поэтому нужно и бегать, нужно заниматься. Я вам покажу сегодня прекрасные упражнения, которые позволят вам вести счастливую, полноценную жизнь. А есть ли, кстати, противопоказания у этого комплекса? Во-первых, нужно обратить внимание, чтобы не было головных болей, не было температуры. Температура – это наличие, что есть какой-то воспалительный процесс в организме, да, и нужно на это обратить внимание. А могут быть проблемы какие-то с хроническими болезнями, внутренние органы, да. Конечно же, нужно повременить или относиться с очень серьезной осторожностью к этим упражнениям. Ну вот обычная ситуация – пришла с работы или притащила сумки из магазина, и вот эта ноющая боль в спине. Можно в этот момент сделать этот комплекс? Конечно. Ощущения будут хорошие прямо в настоящий момент. Но для того, чтобы был по-настоящему эффект и как можно дольше, то нужно выполнять не меньше месяца упражнения, причем ежедневно. Есть определенные пять упражнений. Для того, чтобы получить максимальное облегчение и максимальный эффект, нужно их обязательно выполнять в комплексе. Нельзя ограничиваться только одним упражнением, только пять, причем последовательно. О чем я вам покажу и расскажу. Я предлагаю вам, мои дорогие, делать эти упражнения вместе с нами. Мы начинаем прямо сейчас. Первое упражнение выполняется на спине, лежа с подушечкой между ножек. Хочу обратить ваше внимание, что все упражнения выполняются очень аккуратненько. Сейчас будет обращено внимание на крестцово-копчиковый отдел позвоночника. Часто возникают там защемления, не поступает кислород к нервам. Эти нервы спазмируют мышцы, и от этого мышцы начинают буквально болеть, ломить и испытывать какой-то дискомфорт. Так а зачем нам подушка, Тимур? Если мы ножками зажимаем, позвонки крестцово-копчикового отдела расслабляются и высвобождают нервы, которые защемлены. Ну что же, вы готовы? Да! Ножки поднимаем аккуратненько, сгибаем в коленочках, упираем стопами в пол, зажимаем подушечку, положим наши ручки вниз ладошками. И теперь, опираясь стопами, невысоко поднимаем попу вверх, аккуратненько, медленно, задержали, медленно опускаем, положили. Снова поднимаем, желательно делать выдох, когда мы поднимаем, вдох опустили. Делаем 15 повторений, раз, невысоко, аккуратненько опустили. Чувствуете, как растягиваются? Да, да, да. И происходят такие приятные ощущения? Молодцы! И 15 повторений нужно сделать. А у меня просто, ну, такие зараз вражения были, наверное, струмом по хребту пошло. То это от того тоже? Да, потому что освободились нервные окончания, кислород поступил к мышцам, сразу такое приятное ощущение. Тимур, я просто пометила, что на осень у меня завжди какие-то загостряются проблемы спиной. Второе упражнение из пяти как раз ориентировано на решение твоей проблемы. Проблема заключается в седалищном нерве. У нас есть такая интересная группа мышц, она называется грушевидная. Она расположена рядом как раз с крестцом. Да. Когда есть проблемы, в этом отделе защемляется нерв, он спазмирует мышцу грушевидную. Грушевидная мышца создает давление на седалищный нерв, отсюда и дискомфорт. Оль, буквально адская, согласитесь? Да. Для того, чтобы это прошло, нужно выполнить второе упражнение, тогда пройдет этот спазм. Так уберем же спазм. Ложимся мы на спиночку аккуратненько. Это как в йоге, да? Надо везде расслабляться, не спешить. И думать о хорошем. Да какая молодец вообще. А думать о хорошем, наверное, с этого и нужно начать. Берем коленочку, вот так к груди прижимаем и помогаем ручкой дотянуть к груди коленочку. Немножко, буквально медленно, прямо открывается, немножко попа от пола. Чувствуете, потянулась? Снова опускаем. 15 повторений для каждой ножки. Если вам неудобно вторую ножку, которая у нас лежа находится, держать в ровном положении, то я рекомендую ее немножко согнуть. Как же. Следующее упражнение, третье из пяти, от боли в плечах и в шее. Это упражнение позволяет нам растянуть в буквальном смысле весь позвоночник, освободить. Межпозвоночные диски, они в свою очередь освобождают нервы от тем мышцы. Ну и позитивный каскад. Значит, ручки поднимаем перед собой и немножко в стороны. Спиночка ровная. И ножки расширим немножко. Ручку правую заносим за спину. А левой ручки тянемся к правой ножке, а именно к ступне. И тянемся, тянемся как можно дальше, как можно дальше. Чувствуете? Да. И мышцы спины, и мышцы плеча, и мышцы руки. А главное – позвоночник. Плавно и нежно это все делается. Следующая ножка. Своего рода ножнички. Вот так. И по 15 разиков на каждую. И главное – улыбаемся и думаем позитивно. Очень хорошо, это самое главное. Чувствуете, как тянется? Да, да. Весь позвоночник от копчика и прямо до шеи. Чувствуете? Да. Вот так. Очень хорошо. Олечка, ну мы уже поняли, что порой бывает сложно в эфире, потому что такой образ жизни полусидячий. Конечно, к сожалению, сейчас новостей, можно сказать, больше плохих, чем хороших. Но все-таки бывают же ситуации, когда информация, которую ты читаешь, тебе объективно смешной кажется. Ну, веселая какая-то новость. А смеяться-то особенно нельзя. И что тогда ты? Не, ну бывает там целая купа випадков. Знаете, ты просто працешь в прямом эфире, а операторы шоу прочитываются через камеру. И ты это бачишь. И можешь серьезным выразумом ближе то все закончить. И когда уже закончится новина, иди отбивка, або там начинается какие-то сюжеты, я начинаю много пить воды для того, чтобы просто это все посадить. То есть ты пьешь воду? Да, я много пью воды для того, чтобы просто отвлектися. Просто что-нибудь делать, або не бачить оператора, который лежит. Да, но у Мариночки есть человечек, который и веселит, и нагружает заботами, я уверена, приятными. Но все-таки что такое дочурка делает забавное, о чем бы вот сейчас ты нам и рассказала? Как по мне, сейчас каждый день это на что-то новое забавное. Это вот эти танцы. В шесть месяцев уже там чунгачангу мы танцуем, и смеется, когда мама делает ежика так. Она хохочет вовсю. Каждый день она выдает что-то новое, уже какие-то слоги там пытается. Ау, ау, ага, агу. И это все настолько умиляет. Я раньше, до того, как у меня не было детей, подумать не могла, что это такие эмоции. Даже если встаешь в плохом настроении, даже если в конце болит спина, и когда у дядя комочек засмеется или начинает танцевать чунгачангу, так, все, жизнь прекрасна. Мы с удовольствием продолжаем делать комплекс упражнений. У нас осталось еще два. Так, есть ли у вас упражнения, если у меня вот боли в области грудной клетки, болит под лопаткой, вот в этой области спина, вот в конце дня. И отдает, бывает, под ребра, да? Да-да-да, вот прям под лопаточку, прям сюда наперед. Сказать ничего нельзя, да? Именно зажимает как раз диафрагму, да? Она так важна в вашей профессии, где нужно общаться, и причем в хорошем настроении, да, глубоко дышать. Значит, следующее упражнение. Садимся ровненько, ручки вперед перед собой, ножки вместе, и затылочком тянемся вперед, при этом расслабляясь в области, между лопатками, да, это грудной отдел, и тянемся вперед. И немножко даже плечи вперед подаем, да, для того, чтобы обеспечить расслабление в грудном отделе. Вот, раз, выпрямляемся, это делается нежненько все, аккуратненько. Снова затылочком мы тянемся, затылочком, чтобы вот потянуть. Так спина остается прямой или мы скругляем спину? Не, спины остается прямой, скругляется только верхняя часть позвоночника. Именно грудной отдел нас интересует. Ага. И именно вот вы должны чувствовать все эти ощущения, которые происходят между лопаточками. Затылочек раз, мы тянем. Снова выпрямились. И 15 повторений нужно сделать. Прямо как будто бы кто-то за позвоночник тянет, да? Это точно. Тест высвобождает диски, которые могут защемлять наши нервы, а те создают в свою очередь дискомфорт на мышцы, и это дает нам неприятные ощущения. Ну, прям чувствуется, как расслабляются эти части, и я кайфую. Да, а сделать их две недели, да, вы почувствуете просто полную свободу. И что же будет пятым упражнением? Завершающее упражнение, пятое из пяти, делаем стоя. Оно позволит нам полностью расслабить позвоночник, ну, и отпустить все вот защемления, которые есть, и все дискомфорты в нашей спинке. Значит, представьте, будто бы вы вдруг превратились в клейкую ленту, мы приклеились к стенке, и вот головой начинаем вниз опускать, расслабляя спинку, постепенно шея, теперь грудной отдел, спиночка, расслабляемся, немножко в коленочках ножки сгибаем, чтобы это было удобно, и максимально вот буквально провисаем, растянулся позвоночник, и теперь в этом же порядке, в обратном, поднимаемся вверх. Так, ну, целый вправо мне не больше подобает, так как я. Выпрямляем, и снова выполняем это же 15 повторений. Это все упражнения. Как вы себя чувствуете? Нет, сразу краще стало, но мне ее основание вправо наибисше сподобалось, она наибисше. А это потому, как сказал Тимур, в комплексе мы все вместе сделали все эти упражнения, вот так их вместе и нужно делать. А как часто нужно делать их? А выполнять я ее рекомендую ежедневно. Результат уже будет буквально при первом выполнении, вы будете чувствовать себя хорошо, а через месяц ежедневных выполнений вы забудете о своих проблемах, боль далеко уйдет в прошлое, и вы будете просто наслаждаться жизнью. У меня уже краще стало, уже прям после большого раза. Да, точно. В течение дня. Вот когда малышка спит, буду пробовать расслаблять и расскажу потом, как оно в конце дня, работает или нет. Отличная идея. Спасибо огромное и никаких болей в спине. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова